Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня с мужем сложные отношения, мы разъехались живым отдельно. Есть общий ребенок, но он его не навещает, так как сказал, что сначала надо между нами наладить отношения. Я хочу быть с ним. Есть недопонимание, я не доверяю ему. Ну, когда у нас происходят ссоры, в общем, я на него сливаю весь негатив и обиду. Я понимаю, что так нельзя, но в третевых ситуациях у меня не получается контролировать эмоции, и он закрывается, блокирует меня везде, так что до него теперь не дозвониться. Чувствую, что у него есть интрижки на стороне, он очень мало старается, хотя что-то доказывает, но очень мало. Я так понимаю, что пока мы не наладим между нами отношения, интрижки, так и будут на стороне. Я хочу разобраться в этой ситуации. Ну, что ж, давайте попробуем. Вы пишите, у меня с мужем сложные отношения. В чем они сложные? Ну, то есть, вот, буквально, в чем сложности? Когда они стали сложными? Я имею в виду отношения. А что сделало и что делало и делало их сложными? Опять же, ваши отношения. Ведь когда-то, что они были лёгкими, я так полагал, да, когда-то они были лёгкими, теперь они стали сложными. Вот, ну, наверное, что-то у вас изменилось, да, что-то произошло, вот, что они стали вот такими, такими. Вот, ну, надо бы, надо бы, наверное, в этом разобраться, как вы думаете? Надо бы, наверное, как-то постараться понять, за счёт чего они стали сложными. Дело в том, что вы внесли какой-то вклад в это. Ваш муж, конечно же, внёс какой-то вклад в это. То есть, тут, в этом смысле, ситуация требует своего рассмотрения, как минимум. Дальше. Вы говорите, мы с мужем разъехались. Ну что ж, если вы с своим мужем разъехались, это, конечно, ваше право. Это ваш выбор был, наверное, с ним разъехаться. Я так подозреваю, ну, раз вы разъехались. Но, в смысле, мне бы хотелось у вас как-то в этом смысле немножечко спросить. Разъехались вы разъехались со своим мужем, да? С какой целью? Ну, буквально. Вот, вот буквально, с какой целью вы разъехались с ним? Хочется немножечко это, знаете ли, понять. Хочется понять. Когда, когда вы с ним разъехались, на что вы рассчитывали, вот. Чего хотели, вот. Чего ожидали, вот. Ну, от того, что вы разъехали с ним, да? Вот, дело в том, что это ведь очень-очень-очень важный момент. Необходимо его рассмотреть. Дальше. Значит, живем отдельно, и есть общий ребенок. Он его не навещает, так как сказал, что сначала надо нами отношения наладить. Ну. Это его выбор. Тут. Ну, можно было бы, наверное, возразить немножко, но это его выбор. Хорошо. Значит, вы говорите, что у вас ребенок, он его не навещает. Скажите, а вы, ну, как-то ждете, что он будет его навещать? То есть, вы как-то, ну, не знаю, как-то хотите, чтобы он его навещал? Или что здесь? То есть, вот. К чему вы написали? В данном случае, получается, прорубинг. Вот. Ну, как-то есть, вот, у вас какие-то надежды, 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 ну, вот, есть, что он будет его навещать или что. То есть, что выкладывается в то, что ваш муж не навещает, либо совершенно очевидно, что что-то выкладывается в это. Также вы говорите о том, что вы разъехались, но, извините, кто-то принимал решение о том, чтобы разъехаться. Это были вы, ну, вы принимали это решение о том, чтобы с ним разъехаться? Или это решение было принято им самим? А вы просто согласились? Короче говоря, кто с кем разъехался? Я бы хотел этот момент так же понять. Потому что сейчас, на данный момент, я это, честно говоря, не очень понимаю. А поскольку момент этого достаточно важный, то вот, хотелось бы, это выяснить. Хотелось бы понять, кто сыграл роль, ну, в этом. Дальше. Я хочу быть с ним. Хорошо. Скажите, пожалуйста, что вы вкладываете в это желание? Ну, вот, буквально, что вы вкладываете в свое желание с ним быть. Давайте, как-то вот, на это постараемся обратить ваше внимание. Вот. Да, окей, вы хотите быть с ним, а, хорошо. Хорошо, что вы хотите быть с ним. Это, это, ну, замечательно. И все же, и все же, как это проявляется? Вот, вот, конкретно, в чем это проявляется, что вы хотите быть с ним. Вот. Это вот, в общем, такой, довольно, довольно важный, как мне кажется, на моментах. Вот, потому что ваше желание быть с человеком, да? Ваше желание быть с человеком. Если оно есть, это желание, это хорошо, что оно есть, это желание. Но, конечно, крайне важно, чтобы вы поисследовали, как именно оно проявляется. Да? То есть, ну, вот, в какой форме проявляется оно. Чтобы, чтобы, ну, вам самой было понятно. Понятно. Чтобы вам самое было ясное. Вот. Дальше. Идем. Так. Есть недопонимание, что я недоверяю ему. Недоверие, это невозможно, что опираться на себя. Недоверие себе. Обесценивание, грубо говоря, себя. Недопонимание, это невозможность выработать свое отношение к тому, что транслирует человек. Когда у нас происходят ссоры, в общем, я на него сливаю весь негатив. Так, ссоры. Здесь психологическая игра в каналы. Ты изучите в интернете. Следующее. Какой лично ваш вклад в ссору, какой именно выявленный вклад в ссору, конфликт. Да? Вот. А, значит, если здесь негатив и обиды, то что? Они откуда-то берутся? Негатив и обиды ваши откуда-то берутся? Ну так, давайте посмотрим, откуда они берутся, ваши обиды. Вот конкретно, откуда берутся ваши обиды. Откуда берутся негатив? Ну, то что вы с ним, то что вы со своим негативом вот так обращаетесь и обиды. Это ладно. Как умеете, так и обращаетесь. Но откуда-то же он берется, правильно? Вот. Давайте подумаем, откуда. Дальше. Ага, я понимаю, что так нельзя, но в стрессовых ситуациях у меня не получается контролировать эмоции. Он закрывается, блокирует меня везде. Так что до него теперь не дозвониться. А вы говорите, что хотите ему дозвониться. А зачем? Не выглядит ли это так, что вы просто от человека как-то, ну не знаю, достаете что ли? Не выглядит ли это так, что вы просто навязываетесь человеку, нарушаете его, ну какое-то личное пространство, если угодно. Угодно. Вот. То есть, с этим нужно, на мой взгляд, разобраться. Ну, по крайней мере, по крайней мере, как мне видится, как мне видится, в этой ситуации. Так что, опять же, понимаете, да, тут-тут-тут вот, в такой момент есть. Дальше, вы говорите, значит, что чувство, у него есть интрижка на стороне, ну это ваше предположение, вы этого не знаете. Скорее всего, здесь есть просто страх и неуверенность в себе. Он очень мало старается, хотя что-то доказывает, но очень мало. Почему он вообще должен сказать что-то, что-то доказывает? Ну, я так понимаю, что пока мы не наладим между нами отношения, практически так и будет. Ну, это вид от того, что понимать под налаживанием отношений. Это первое, первое, что понимать под налаживанием отношений. Вот. Это первое. А второе, второе, необязательный гифт. Связь. Ну, необязательно. Вот. Потому что аквалы, чувства у человека, в принципе, могут измениться, к сожалению. Дальше. Хочу разобраться в этой ситуации. Ну, давайте конкретизируем. В чем именно и как вы хотите разобраться. Вот. В чем и... В чем именно? что это? Что это за... Ситуация, в которую вы хотите забраться? Ну, вот. Прямо. Права конкретно. Что она из себя представляет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.